Демонстрация экрана. Меня слышно? Один, диссеритель. Сообщение. Продолжение следует. Так, два зрителя есть. Алло, меня слышно вообще или нет? Так, чатик. Здесь есть чатик. Поставьте плюсики. Если меня хорошо слышно, поставьте плюсики. Так, окей. Так, окей. Да, я понял, слышно. Хорошо, слышно и видно, да? Так, сейчас я когда включу еще раз, просто я почему-то не вижу, я почему-то не вижу этот чат, google hangout. Так, это нам не надо. Это нам тоже не надо. Итак, у меня сейчас, ну, сейчас мой экран хорошо видно? Хорошо, так, я еще подожду, давайте минут пять подождем, может еще не все подключились, вот. И начнем проводить вебинар по собеседованию по собеседованию по Python. Так, еще посмотрим. Хорошо, хорошо, вижу, 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 что видно экран. Окей, ребят, пять минут ждем, когда все подключатся и начинаем. Можете, не знаю, чай выпить, там, кофе покушать и перекурить. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ладно, начнем. Так, слышно нормально, видно тоже нормально. Поехали. О чем мы поговорим сегодня? Поговорим немножко о собеседованиях, о том, как они сейчас, сегодня происходят. Собеседования на разные программистские позиции. Вначале будет какое-то лирическое такое вступление в общем. А потом перейдем к части Python, разберем некоторые вопросы, часто задаваемые, там, особенно это junior позиция, либо middle позиция. Разберем, на чем валятся люди, на чем я валился. Ну, и покажу в конце какие-то best practices по тому, как лучше строить какие-то, ну, некоторые конструкции в Python. Вот, дальше увидите. Немножко себе скажу, что я вот занимаюсь программированием уже больше пяти лет, веб-разработка. Это на Python я пишу два с половиной года. И вот, например, сегодня я хочу поднять тему, как раз связанную с собеседованиями. Почему? Ну, во-первых, я надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен. Вы сможете сэкономить много своих сил и энергии. Во-вторых, хочется показать этот процесс с двух сторон максимально прозрачным. И, возможно, в какой-то степени прояснить, почему на текущий момент собеседования такие, какие они есть, они, ну, это неплохо и нехорошо, но просто собеседования, они сильно отличаются от того процесса разработки, в котором обычно погружен программист. Ну, и в-третьих, мы просто посмотрим много интересных вопросов и задачек по Python, несложных. Надеюсь, будет интересно. Ну, что, погнали. Проблемы с собеседованием. Какие у нас есть проблемы? Ну, часто компании отсеивают перспективных кандидатов только по причине того, что они не справились с вопросами, с задачами на собеседовании. Так происходит потому, что проходить собеседование и уметь программировать, ну, и вообще быть программистом, и уметь проходить собеседование, это не одно и то же. Вы можете быть хорошим программистом, но при этом не уметь показать это на собеседовании. Вы будете находиться под пристальным вниманием одного или более интервьюеров, и они будут вас осыпать разными вопросами. Возможно, ну, то есть это невозможно, а точно для вас это будет некомфортная обстановка. Естественно, ведь работа программистом, она проходит не в таких условиях. Вы не решаете задачи под давлением, за вами не следят, как правило, хотя есть программки, следилки, которые там скриншоты делают, но это другая история. Но чаще всего вы работаете в комфортной обстановке и работаете над долгосрочными задачами, которые не требуют там сиюминутного ответа, над которыми вы думаете. И это, пожалуй, самое главное отличие в собеседовании и обычной работы программистов. Отсюда и возникают проблемы вот эти вот. Давай посмотрим сначала интервьюируемого человека. Это кандидат, по сути, который собеседуется на позицию программистскую. Ему задают вопросы, а он на них отвечает. Итак, я могу немножко о себе рассказать в том плане, что я много раз получал отказ и получал оффер, иногда сам отказывался от оффера. И важно понимать, что отказ – это так же хорошо, как и получение оффера. Иногда вы сами вынуждены отказывать по каким-то причинам, компаниям. Ну, без этого никуда. Меня даже несколько раз увольняли по причине того, что я просто не справлялся с работой. Я старался… ну, это было из-за того, что я прям работал на нескольких работах одновременно, совмещал. И в итоге ни то, ни то хорошо не получалось. Никогда так не делайте. Вот, если вы, конечно, не гений. Хотя, если даже вы гений, то лучше найдите тогда работу, которая соответствует вашему уровню, вашему опыту. Рекомендации для кандидата я… ну, я вот написал здесь, да, если вы можете их прочитать, в принципе. Единственное, что я хочу, ну, бегло пробежаться. И вот всегда, всегда нужно готовиться к собеседованию, да, какими бы вы там классными программистами не были, всегда готовьтесь. В силу того, что вы просто могли забыть какие-то теоретические определения, какие-то, возможно, какие-то конструкции кода, которые давно не использовали. И все это нужно повторить. Хотя бы просто пробежаться там бегло по каким-то часто задаваемым вопросам. Ну, и это уже будет лучше, чем ничего. Ну, то есть надо готовиться. Старайтесь вообще, ну, поставить себя в такое положение, чтобы собеседования проходили часто. Ну, например, если вы работаете, там, к примеру, на работе, которая вас устраивает, там, уже пару лет или три года, может быть, пять лет, и при этом, ну, вот пять лет вы не проходили собеседование, вот тут вы решили поменять работу. Конечно же, для вас это будет стресс, вы не знаете, что спрашивают. А если вы в течение этих пяти лет будете постоянно, там, ну, периодически через какие-то интервалы времени проходить собеседование, просто ради того, чтобы держать себя в форме, это будет, ну, прям бесценный опыт. Можете завести, там, какой-то себе список вопросов, которые вы получали на собеседовании, которые вы нагуглили в интернете. Этого очень, ну, этого полно, в принципе, и пополнять этот список постоянно. Потом, например, когда вы будете готовиться к следующему собеседованию, вы просто пройдетесь по этому списку глазами и все вспомните. Это очень прям, это рекомендация, которую я на сто процентов придерживаюсь, мне это очень помогает. Бывает так, что иногда просто не знаешь ответа, да, и ты начинаешь нервничать. Не стоит нервничать, все-таки собеседование, ну, я не знаю, у меня не было ни одного собеседования, где бы я отвечал на все вопросы прям стопроцентно. Но важно, чтобы вы не молчали, важно, чтобы вы просто вслух там рассуждали, как мыслите, как логически там строите цепочку рассуждений. Вот, и интервьюер это будет видеть и понимать, что даже если вы там не ответите правильно на вопрос, он будет понимать, что вы рассуждали вот так вот. И это лучше, чем ничего. В плане интервьюера, да, кто такой вообще интервьюер, откуда он берется? Большая ответственность, на мой взгляд, на собеседование ложится на плечи интервьюера. Это тот самый человек, который вам задает вопросы. Но вообще, как бы, этому никто не учит. И, скорее всего, ну, чаще всего так бывает, что интервьюер это вчерашний программист, который бы предпочел программировать место проведения собеседования. Вот. И просто перед ним поставили задачу, да, что нужно найти какого-то нового разработчика, возможно, такого же уровня, возможно, уровнем пониже. И, конечно же, кроме, ну, если вы являетесь там каким-то ведущим разработчиком в компании, или если вы единственный разработчик в компании, то эти задачи интервьюера, они лягут на ваши плечи. Ну, на моем опыте так и случилось. Вот. Для меня это было что-то новое. Вот. Сложнее всего было собеседовать человека, который был... Ну, то есть, я собеседовал человека, который был по опыту выше, чем мой. То есть, я, например, middle-разработчик, а мне нужно было найти сеньора. И, то есть, тут такая проблема была, нужно было соответствовать, задавать правильные вопросы. Это было непросто. Вот. Я знаю, что у нас тут большая аудитория интервьюеров. Вот, скорее всего, большая часть этих людей, которые сейчас меня слушают, это junior, программисты, возможно, медлы. Ну, вот, поэтому я сильно долго останавливаться на части про интервьюера не буду. По рекомендациям могу сказать, что, ну, прям очень сильно бросается в глаза, когда у человека прям какая-то, ну, какой-то очень живой гитхаб, да, у него там много проектов, он, может быть, что-то контрибьютит, возможно, что-то свое пишет. Можно посмотреть код open-source, открытый. Бросается в глаза, когда есть какие-то публикации на хабре. Это прям такой большой жирный плюс. Если даже есть профиль на Stack Overflow, ну, не дефолтный, да, естественно, там с какими-то ачивками, прокачанный, там активный профиль, вот, это тоже очень жирный плюс. И если есть какая-то активность на митапах, вот, ну, на это тоже обращают обычно интервьюеры. Не знаю, насколько правильно, но я, например, стараюсь избегать тестовых заданий. Ну, если я интервьюер, и я там кого-то собеседую, я стараюсь по общению, возможно, по решению каких-то задач, понять уровень человека, ну, опыт, какой у него есть. И лучше избегать, вот, выдачи тестового задания, огромного тестового задания, на которое нужно потратить, там, день-два, потому что есть вероятность, что кандидат просто не будет его делать. Ну, в силу того, что у него, может быть, не может не быть просто времени. Вот, из моих рекомендаций на этом все. Дальше я предлагаю перейти к вопросам по питону. Условно, я вот их разделил на два уровня, junior и middle. Это очень-очень условно, просто для того, чтобы нам было удобно как-то про ним пройтись и все понять. Начнем с junior, да, то есть самые простые вопросы. И первый вопрос – это какие стандартные типы данных вы использовали в Python? Вот, простой вопрос, очень простой. Почему-то многие на нем валятся, не только джуниоры. Возможно, из-за того, что Python – это все-таки не строго типизированный язык программирования. И просто мы создаем, мы объявляем перемены, да, не указываем тип данных явно. И, возможно, вот из-за этого вот такой простой вопрос ставит человека в тупик. Но на самом деле все просто. Да, чаще всего каждый из нас, если мы там программировали на питоне хоть чуть-чуть, мы использовали как минимум логический тип данных, числовой, интеджер, то есть float. То есть, допустим, мы там объявляем переменную, да, и присваиваем ей 1.0, ну, через точку, это будет тип данных float. Вот, есть децимал. Децимал – это тоже число с повышенной точкой, но только там повышенной точности. Вот он обычно используется для каких-то денежных операций. Строки, да, ну, то есть обычные строки, лист – это списки, кортежи и множество, и словари, конечно же. Ну, то есть вот с этими типами данных, мне кажется, работали практически все. И кто хотя бы там, не знаю, хотя бы месяц за ним работал, ну, изучал питон. Вот если вы их перечислите, вы, в принципе, можно считать, что вы ответили на этот вопрос. Вот в данном примере, кстати, вот можно заметить, да, у нас в сет передается лист, где есть 5 элементов. И вот здесь есть 2 единички. И мы потом принтом выводим myset, и видно, что все-таки здесь не 5 элементов, как здесь, а 4. Это все потому, что set – это коллекция данных, которая хранит уникальные значения. Дальше я более подробно об этом расскажу, но вот просто решил здесь пример показать. Вот это вот 0 и 3, 3, 3, 3, 3, 3, да, большой такой хвост. Вот это print decimal. Мы можем, в принципе, сделать print float значений, чтобы вы понимали разницу в точности. например, мы напишем так, ну, то же самое, да, 1.0 разделить на 3.0. Допустим, ну, и вот, собственно, видно, да, что float на самом-то деле, он не настолько точный, насколько decimal. Вот, и если у вас какие-то есть прям точные точные вычисления, лучше использовать тип данных decimal. Так, дальше, второй вопрос. Сырые строки – это вообще, ну, до невозможности простой вопрос. Я его, по-моему, получал однажды, очень давно, его нечасто задают. Но смысл такой, что такое сырые строки в Python. Сырая строка в Python – это абсолютно обычная строка, вот с флагом R, Rav, да, означает сырое, которая делает следующее. Она отменяет работу спецсимволов. То есть мы видим, здесь печатается строка, прям точно так же, как она выглядит вот здесь в коде. Но при этом, например, нижний принт без вот этого флага R, он печатает эту строчку с переносом, потому что вот этот слэш N – это спецсимвол, который обозначает переносную новую строку. Вот как бы в этом разница. В чем разница между tuple и list? Да, очень любимый вопрос. Ну и прежде всего стоит сказать, что tuple – это неизменяемая коллекция данных, а list – это изменяемая. В каких случаях что стоит использовать? Если, например, у вас в коде есть какой-то набор данных, который легко представить там в виде массива, но при этом вы точно знаете, что ничего внутри не должно меняться, вы используете tuple. Если этот набор данных, он как-то должен видоизменяться, добавляться новые элементы или изменяться существующие, то вы должны использовать лист. Мы можем сделать вот такую проверку. вот смотрите, объявили tuple. tuple объявляется, это вот в круглых скобочках, да, мы перечисляем элементы, его 1, 2, 3, и, собственно, это получится кортеж, tuple, кортеж, вот одно и то же самое, чтобы вы понимали, просто с кортежем на английском называют tuple. И мы, например, делаем потом принт вот этого tuple, да, и получаем в выводе 1, 2, 3, все просто. К примеру, мы захотели поменять нулевой элемент, присвоить нулевому элементу, да, tpl 0, присвоить захотели пятерку. Запускаем run и получаем ошибку. Здесь видно следующее, что, ну, то есть интерпретатор пишет, что вот оператор присваивания tuple не поддерживает. Почему? Потому что он неизменяемый. Если же мы, например, возьмем и сделаем из tuple list, ну, то есть список, список это, ну, он объявляется через квадратные скобочки, да, вот маленькое отличие. Tuple это круглые скобки, список это квадратные скобки. И сделаем то же самое присваивание. Запускаем run, все отработало. Вот мы видим, что вместо единички пятерка теперь здесь в массиве. Вот print вывел массив 5, 2, 3. Собственно, в этом разница. Ответите так на вопрос, получите еще один плюсик. Следующий вопрос. Что такое set? Вот множество, да, о котором я выше говорил. Коллекция данных, которая содержит уникальные значения, причем неупорядоченные. Вот если вы посмотрите, ну, то есть обычно множество используется в тех случаях, когда нам нужно гарантировать, что у нас есть массив, да, массив чисел или массив, там, строк, неважно, любых данных, которые должны быть уникальны. И, например, если будут добавляться какие-то дубли, мы должны гарантировать, что они не будут в самой коллекции данных дублироваться. Для этого используется set. Вот здесь в примере, да, мы видим, что, ну, то есть как set создается. Пишется ключевое слово set, а в круглых скобочках мы передаем какую-то коллекцию данных. Ну, в данном случае мы tuple передали, можно передать, ну, tuple, потому что круглые скобки, да, можно передать лист, неважно, вот с такими элементами. Потом мы делаем print и получаем 1, 2, 3. То есть троечка у нас здесь три раза дублировалась, так как это множество, тройка вывелась один раз. В принципе, все. Это основное отличие. Вот здесь и так ответите, то, в принципе, вопрос будет засчитан. Пятый вопрос. Стандартные библиотеки Python. Это достаточно абстрактный вопрос. Вы можете перечислить абсолютно любые библиотеки, которые используете. Чаще всего, ну, когда такой вопрос задают, это имеет в виду там какой-нибудь JSON, OS path, или date, date, date time, библиотеки, да, которые, в принципе, в любом коде используются. Вам достаточно перечислить, достаточно просто перечислить там 3-4 библиотеки и сказать, что они делают. Тут все, например, ну, тут все написано, если можете почитать, если будет интересно. Что вопрос, что такое PEP 8? Вот это тоже, ну, такой теоретический вопрос, ничего интересного. Это стандарт, да, которого стараются придерживаться разработчики на Python, ну, чтобы код был более понятным, более удобно читаемым. Вот, и какой бы, ну, какой бы разработчик не писал этот код, если он пишет это, соблюдая стандарт PEP 8, то этот код можно будет легко прочитать другому разработчику. В этом, как бы, весь смысл. Если интересно, почитать про этот стандарт, в интернете очень много статей, вот, можете открыть, погуглить. Ну, даже, даже, ну, даже среды разработки, они все поддерживают PEP 8, и если вы там вдруг начнете отклоняться от, ну, там, прям, писать какой-нибудь макаронный код, ну, делать там какие-то неправильные отступы, то, скорее всего, это среда разработки подсветит этот код, и вам просто, ну, будет это мозолить глаза. Вам нужно будет просто это убрать. Так, следующий вопрос. Swap двух переменных, да, простой вопрос. Ну, то есть, swap двух переменных, это значит поменять местами значения в этих переменах. У нас есть a, да, с единичкой, b, с тройкой, нужно поменять местами. a присвоить тройку, b присвоить единицу, при этом не используя третью переменную. В Python это делается вот так. Ну, то есть, легко и просто. Почему-то на этом вопросе тоже иногда валятся. Восьмой вопрос. Range и xRange. В чем разница? Разница, да, ну, тут, как здесь написано, она существует в Python версии 2. Range в третьей версии, он возвращает генератор. Во второй версии Range возвращает лист, а xRange возвращает генератор. И тут важно понимать, что значит генератор, а что значит лист. Ну, то есть, лист-то вы понимаете, что такое, это, по сути, список, да, массив. А генератор, это, ну, то есть, это объект, да, который позволяет итерироваться по элементам листа единожды, ну, то есть, его прочитать можно один раз, но при этом, в чем преимущество? Зачем вообще так усложнили? Усложнили для того, чтобы вот эта функция, например, если мы делаем range, там, не знаю, 5 миллионов чисел, чтобы она все эти 5 миллионов чисел в память не выгрузила, и в оперативную, и у нас оперативка не закончилась. Придумали xRange, генератор, который будет, который не будет выгружать в память все 5 миллионов чисел, а он будет, он выгрузит, ну, в один момент времени он будет выгружать только одну чиселку, и когда нам нужно получить следующую, он даст нам следующую, при этом предыдущая удалится. И таким образом мы все 5 миллионов чисел не выгружаем в память. Это во второй версии бетона, так, ну, то есть, есть такое различие. В третьей версии есть вот этот, ну, то есть, range, который работает так, как xRange во второй. Вот это важно понимать. Следующий, так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага, меня видно, меня видно. Вы можете, так, скажите, ага, вопросы появились, вопросы, вопросы. Давайте так, я... Так, хорошо. Кто такой джуниор и мидлом? Здесь тоже чуть-чуть границ, несколько, есть проблемист в одной компании. Да, согласен. Ну, то есть, вы правы. Нету четкой границы между джуниором и мидлом. Это все-таки определяется внутри компании. Даже я, когда разделил вот в этом вебинаре, разделил вопросы на эти уровни, я это сделал условно. Ну, то есть, вам никто не даст ответ на этот вопрос. У каждой компании по-разному. Но приблизительно мидл должен понимать приблизительно, как работает устройство, ну, то есть, как работает язык внутри там, и как распределяется память, как сделать это максимально, какие-то оптимизированные алгоритмы. Вот, а джуниор, он все же знает основные конструкции языка, знает, как ими пользоваться, но вот во внутреннюю кухню он не лезет. Средний уровень. Почему тогда сеньора будет на позиции медла в другой компании? Так. Это больше условная градация. Да, это все условно, я согласен с вами. Если свойства только у классов, а у атрибуты, а у экземпляров классов. Атрибуты и свойства, ну, это, смотрите, атрибуты и свойства, это то же самое. То есть, если вы говорите про экземпляр класса и про просто про класс, да, про разные области видимости, область видимости класса и область видимости экземпляра, что там, что там, называть это можно как свойствами, так и атрибутами. То есть, тут нет, в этом нет ошибки, это просто разночтение. Давайте так, я вопросы, на вопросы отвечу чуть позже, дальше я продолжу. По плану, вот, хочется показать вам там интересные штуки с вопросами и с best practice. Потом вернемся к вашим вопросам. Так, хорошо. Значит, задачка девятая, да, смотрите, ну, то есть минимальное, максимальное, знаете, найти у листа, тут тоже все просто, решается вот в одну строчку, мы делаем там, просто есть функция max и min, передается в данном случае лист, и мы получаем там ответ, да, 7 это максимально. Захотели там получить какое-нибудь минимальное значение, запустили, получили 0. То есть, все просто. Повторяющиеся элементы в листе, как их удалить, да? Обычно это делается, например, в цикле for, да, там перебирается, но в питоне все намного проще. Мы просто лист преобразуем к множеству, а потом обратно к листу. Когда мы преобразовали лист к множеству, исчезли одинаковые элементы, потом множество преобразовали в лист, и мы получили уникальные значения. Вот, кстати, вопросы очень часто задают, ну, и хотят увидеть вот эту вот штуку, Pythonic Way, так называемый. Следующая задачка – разрезать строку по разделителю. Ну, тоже ничего сложного, есть у строки функция split, да, в которой есть аргумент, делиметр передается. В данном случае это единичка, и мы просто по единичке разбиваем строчку на элементы массива, делаем дальше вывод через print, и мы видим, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот из этой строки все нолики вывелись, да, и они отдельными элементами. Мы можем дальше сделать, например, join этого массива и склеить это в строку, то есть все, что угодно. Очень-очень-очень прям частый вопрос на собеседованиях – это mutable и immutable types. mutable, да, это изменяемые типы данных, и mutable – это неизменяемые. Почему это важно? Спрашивают это, чтобы понимать, насколько вы осведомлены о том, как работает выделение памяти в питоне. Вы просто, ну, то есть можно достаточно, в принципе, просто перечислить, да, что у нас неизменяемые типы данных – это int, float, ну, то есть все числа, да, строки, булевый тип данных, там, tuple, да, range. И, соответственно, изменяемые типы данных – это list, dict, set и так далее. В чем, ну, то есть в чем разница? Вот смотрите, например, у нас есть переменная a, которой мы присвоили значение 5. Мы берем id – это функция, которая возвращает адрес с ячейки памяти переменной a. Мы сохранили адрес сюда, потом переменной a прислали 6 и сохранили еще этот адрес в другую переменную. Делаем print a и делаем два адреса. Смотрите, что получается. Print a, ну, то есть a уже равно 6. По-хорошему, да, то есть в нашем понимании мы поменяли значение a и думаем, что почему int immutable, ну, то есть неизменяемый, ведь мы только что изменили значение, и оно здесь все равно 6. На самом деле мы, ну, то есть, что происходит в памяти? В памяти выделяется новая ячейка памяти, куда сохраняется значение 6. При этом вот эта старая ячейка памяти, она может быть не затронута, в принципе, ну, то есть там как 5 хранилось, так и будет храниться. За этим следит garbage collector, вот он почищает. Если никто не ссылается на эту ячейку памяти, он ее зачистит. Но вот когда мы присвоили шестерку переменной a, мы создали новый объект, в который хранится 6, и этот объект связали с именем a, по которому и обращаемся. И вот когда мы здесь сделали print old, ну, то есть старый адрес и новый адрес, старый и новый, мы видите, что здесь он различается. Он другой. Это подтверждает то, что это неизменяемый тип данных, ну, int. Если, например, говорить про лист, смотрите, у нас вот есть лист, да, ну, то есть ничего такого. Мы взяли адрес этого листа, потом взяли, поменяли нулевой элемент, единичку, присвоили единичке четверку. Потом поставили новый адрес, делаем print old, new, и адреса одинаковые. Ну, кстати, могу сделать print самого массива, то есть самого листа. Он поменялся, он уже не 1, 2, 3, он 4, 2, 3. Но адрес при этом тот же остался. То есть в памяти ничего нового не выделялось. Но смотрите, кстати, интересный момент. Если, например, мы увеличиваем размер массива, и он не помещается в памяти, ну, то есть там, например, выделялся какой-то блок памяти, там, в 60 байт, к примеру, да, в нем хранился массив. Тут мы добавили число, и теперь нам нужно для хранения вот этого листа 65 байт. И, соответственно, что сделает интерпретатор Python? Он возьмет и весь этот массив переместит в новый участок памяти, который как минимум равен 65 байтам. Потому что, ну, старый участок не помещается. Ну, и, соответственно, если мы добавляем новый элемент, то он будет всегда сохраняться рядом. Следующий вопрос. Как передаются аргументы функции по ссылке или по значению? Вот, достаточно тоже популярный вопрос, хитрый. А на самом деле правильного ответа здесь нет. Он и не по ссылке, и не по значению передается. Все потому, что в Python все объекты. Числа — это объекты, листы — это объекты, ну, то есть все-все-все. Строки — это тоже объекты. И, например, если мы передаем объект, который неизменяемый, то эта передача называется callByObject. На русский не знаю, как это перевести. Но, в общем, смысл такой. Если мы функцию 1 передаем переменную a со значением 5, то внутри этой функции мы не можем поменять, ну, поменять значение глобальное от этой переменной. Мы можем внутри функции поменять, и все. Но когда функция закончит работу, мы вернемся в глобальную область видимости, в a как было пятерочка, так и останется. Если мы, например, передаем лист, да, это тоже объект, как и a, но это объект изменяемый. И это уже будет передача callByObjectReverance. И что это значит? Это значит, что, ну, это, по сути, как передача по ссылке. Мы передаем ссылку, функцию. И внутри функции мы можем, например, сделать b присвоить 0, ну, типа вот такого, да, написать b, b0 присвоить там 5, да, и когда функция закончит работу, мы выйдем, и мы увидим, что вот здесь вот нулевой элемент, у b, он будет уже не единица, а равен 5. Мы поменяли это значение внутри функции, и это будет передача по объекту ссылки. Объекту ссылки, ну, сложно сказать по-русски, но это называется callByObjectReverance. Если кому-то интересно, я могу скинуть более подробную статью, потом, не знаю, куда, в чат какой-нибудь, можно будет под вебинаром, переписку там, переписки, ссылочку на статью, где рассказывается прям подробно, как это все выполняется. Так, еще один вопрос. Есть ли ошибка? Ну, да, вот было у меня такое задание. Есть такая функция, которая, по сути, проверяет аргумент, нам он или не нам, и вот так вот написано. В чем, собственно, ошибка? Ну, то есть, если мы передаем нам, да, мы делаем run и получаем, что да, true, то есть, да, этот аргумент является нам. Если мы передаем пустой список, запускаем, и он тоже говорит, что пустой список тоже является нам, но пустой список – это не нам. То же самое, например, с пустой строкой. А ошибка здесь вот в чем. Просто здесь нужно поставить вот такое условие. И тогда мы получим, что, ну, то есть, арг из нод нам только, да, когда мы получим, в первом случае, когда мы нам передаем, это будет true, во втором и в третьем случае это будет false. Такие вопросы, как этот, больше похожи на вопросы на знание API. Не всегда понимают, зачем такие вопросы. Можно открыть доки по API и сделать, что требуется. Все равно, что таблицы брать здесь и спрашивать. 82. Так, это какой вопрос был, я не понял. Андрей Позняков задавал. Ну, то есть, я повторюсь, что вопросы обычно задают таким образом, ну, то есть, это, они могут задавать даже такие вопросы на собеседовании, которые, в принципе, на практике никогда не встретите, но они будут. Просто потому что нужно собеседование – это что-то короткосрочное, и нужно получить сразу ответ. На практике это все по-другому происходит. Давайте дальше пойдем. Для чего нужны декораторы? Static метод, класс метод. Что они делают? Декораторы, так, ну, прежде всего, декораторы, да, это функция обертки, которые как-то меняют поведение. В данном случае, что хотел интервьюер узнать? Он хотел понять, то есть, есть, например, декоратор static метод. Ну, вот, например, если мы сейчас запустим код, у нас ошибка. Почему? Потому что мы вызываем метод B от класса, да, не от экземпляра. А в данном случае у нас B определен как метод экземпляра. Мы делаем его static метод, да, мы ничего не передаем, запускаем, ошибки нет. И получается, что у нас B – это статический метод, как в C++, например, который просто привязан к классу, он выполняет какой-то функционал, связанный с этим классом, но при этом ему не нужно, например, получать какие-то данные от экземпляра класса. Ну, то есть, в таком случае нам нужно применять декоратор static метод. Если мы хотим применить декоратор класс метод, то обычно это делается таким образом, когда нам нужно получить какой-то property или параметр класса. Например, вот так вот, да. То есть, если мы делаем класс метод, тут ссылка CLS есть, и мы хотим получить value. Мы делаем CLS.value, и мы понимаем, что класс метод – это метод класса. Да, и причем этот метод класса и static метод мы можем вызывать как и от экземпляра класса, да, а, это экземпляр класса, так и от самого класса. Но если мы, например, вызываем метод экземпляра, то мы, ну, то есть, вот мы видим, да, что нет такого значения. Ну, то есть, метод экземпляра, ну, вот, когда мы вызываем от B, B вызывается от экземпляра, ну, то есть, от класса, не от экземпляра класса, а просто от класса, и тут ошибка. В этом разница. Так, давайте дальше. Чем отличаются copy и copy-dip-copy? Да, смотрите, чтобы было понятно. У нас есть массив x с какими-то числами, неважно. Мы присваиваем его y, то есть, понятно, ну, то есть, мы думаем, что, что происходит, что в y скопирован новый массив. Мы потом меняем y, да, и делаем принт x. И что мы видим? Оказывается, что мы через y поменяли x. И оказывается, что вот здесь произошло не копирование массива x и присвоение y, а мы просто объект, вот этому, добавили новый алиас в виде y. Чтобы такого не происходило, есть такая штука, как copy-dip-copy. Copy используется, ну, то есть, мы можем вот так вот сделать. Раз, два, да. Мы y присваиваем copy x, потом меняем y и делаем принт x. x не изменился. В данном случае мы y создали новый объект, точно такой же, как и x, положили его в другую ячейку памяти. Deep copy. Deep copy – это то же самое, но только оно рассчитано еще, например, когда у вас, ну, на тот случай, если у вас есть в массиве, например, элемент, ну, другой элементом массива является другой массив. И если вы, например, сделаете через copy, да, а потом возьмете и поменяете, например, так как у нас 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, да, то есть третий элемент, третий элемент вы делаете четверкой. И смотрите, поменялся x, хотя вы здесь скопировали y, полностью скопировали, ну, то есть в y сохранился как бы новый объект от x, но на самом деле от x скопировался объект вот этот вот, да, полностью, но здесь-то хранится, ну, но вот здесь вот ссылка хранится на этот объект в памяти. И чтобы такого не было, ну, то есть нужно делать deep copy. А deep copy, он скопирует полностью все объекты рекурсивно, и мы получим print x, 1, 2, 3, чтобы мы с y не делали, как бы мы его не меняли, какие элементы, x не поменяется. Вот, значит, дальше. Лямбда функции. Ну, то есть они используются чаще всего для, ну, как синтетический сахар, для передачи, ну, там, в какую-то функцию. Что мы можем сделать? Отсортировать какие-то ключи. По какому-то ключу. Ну, чаще всего так используется. Либо использовать в функциях filter, map и что-то другое. В данном случае мы видим, что у нас есть массив, массив словарей. И мы хотим, например, отсортировать по ключу B. У нас есть функция sort, которая вызывается от листа event list. И есть лямбда, да, которая обращается к ключу B. То есть в данном случае x, это выступает у нас вот этот вот дикт, да, внутри. И у него мы берем B. По B мы сортируем. Собственно, и получаем отсортированный лист диктов. Дальше популярный вопрос. Что делает метод ID? ID. Он получает адрес ячейки памяти, как я выше говорил уже. То есть это все просто. Мы сделали, например, B и A присвоили двойку. И потом делаем print ID A равно ID двойке. Так, и только здесь у нас, наверное, B должен быть. Да, ID B. И мы видим, что true, ну, то есть у них адреса одинаковые. То есть число 2, оно хранится. Это один объект, и на него ссылаются два имени. Потом мы A поменяли. A уже указывает на другой объект. Сравниваем адреса разных объектов и видим, что false. Да, они не равны, это разные объекты. Все просто. Следующий вопрос. Как в Python определить private атрибут или метод? Можно ли вызвать этот метод снаружи класса? Смотрите. То есть как бы в Python инкапсуляция, да, она таким образом построена, что, как бы, приватных методов нету, по сути. Можно вызвать любой метод, метод или атрибут, быть, ну, приватным он или нет. Но в Python можно, например, ну, есть такая практика, что через подчеркивание одинарное определяются какие-то сервисные функции этого класса, которые не должны вызываться извне. И, например, один из пунктов PEP 8 как раз вот гласит о том, что нельзя из класса вызывать, вот как здесь вот я вызвал, какие-то атрибуты или методы, которые начинаются с подчеркивания. Ну, то есть достаточно взрослый подход, да, в плане объектно-ориентированного программирования. В то же время, если мы, например, два подчеркивания сделаем, да, объявим, объявим атрибут A2 с двумя подчеркиваниями, присвоим ему пятерку, и потом захотим к нему обратиться. Мы получим ошибку, потому что такого атрибута нету. Но можно это проверить вот так, например. Дикт, кстати говоря, вот A.dict, он покажет все атрибуты и методы класса. Вот, смотрите, мы видим, что оказывается в классе есть вот такой вот атрибут. Он, то есть мы его назвали как два подчеркивания A2, а он сгенерировался в одно подчеркивание, потом имя класса и плюс два подчеркивания A2. И таким образом мы сможем к нему обратиться извне. Вот, пятерка. Ну, то есть, видите, да, какие бы, как бы вы там, ну, то есть, private область нет такого. Можно к любому обратиться, извини, если захотеть вообще. Так, я вот смотрю, время подходит уже ближе к часу. У меня есть еще по медлу много вопросов. Ну, вот могу давать, давайте интересное что-нибудь рассмотрим. Например, вот этот случай. Что напечатает функция вот такая, да, у которой есть один параметр time, да, у которого, ну, и причем у него есть дефолтное значение dateTimeNow. И, как бы, мы видим уже вывод, да, что время везде одинаковое. Почему? Да потому что вот дефолтное значение, оно присваивается в момент определения функции. Вот оно один раз определилось, дефолтное значение одно. И сколько бы мы вызовов не делали, у всех будет одинаковое дефолтное значение. Вот это нужно понимать. То же самое, например, вот, ну, то же самое, да, смотрите. У нас есть функция for, у которой есть x, да, и есть a с дефолтным, ну, то есть с дефолтным листом. Мы передаем двойку, эта двойка присваивается a и печатается. Так как даже функции в питоне это объекты, вот, то вот здесь вот в этом массиве значения будут накапливаться. Если только, ну, то есть, если только сюда не передадутся, не будут передаваться какие-то новые аргументы. Но вот если мы передали двойку, да, мы видим, что print вывел двойку. Если мы передали тройку и 1, 2, мы видим, что тройка у нас x, a у нас 1, 2, 1, 2, 3. Ну, то есть мы получили 1, 2, 3. Но при этом, смотрите, если мы дальше просто передали четверку, вот эта двойка, она никуда не делась. Она по дефолту здесь осталась, она сохранилась в этом объекте. И к ней добавилась четверка. Вот это, то есть, особенность реализации бетона, так как функции тоже являются объектами. Так, 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 это давайте все пропустим. Давайте перейдем, наверное, к best practice, которую я хотел показать. Собственно, и потом на вопросы поотвечаем. У нас есть, ну, то есть, вот, смотрите, как удалить все элементы списка, да. Самый простой способ, ну, и красивый, и достаточно. Просто указываем двоеточие, да, это значит, мы выбираем все элементы с нулевого по последний, делаем del, делаем потом print my list, видим, что лист пустой. Ну, то есть все достаточно понятно. Если, например, создать копию листа. Кстати, вот мы выше смотрели deep copy, ну, точнее, мы смотрели копий просто, да, функцию, а кроме копии можно написать вот так вот. My list в квадратных схобачках двоеточие. Это будет тоже копия листа. Это не одинаковые объекты. Например, мы можем сделать вот что. Написать print и сделать вот так вот. my list, то есть, id my list равен id, точнее, даже не так вот, is id new list. И мы видим, что это false, потому что это уже разные объекты. Ну, то есть, вот это вот копирование. Дальше. В Python 3.5, да, появилась аннотация типов. Я рекомендую эту штуку использовать просто потому, что так намного понятнее читать код. Мы видим, что сюда передается, например, тип integer, ну, переменная типа integer, сюда тоже типа integer. То есть мы ожидаем, что на входе будут два числа. И ожидаем, что на выходе тоже будут два числа. И это можно понять, не разбираясь по телу функции, да, хоть она здесь и маленькая. А просто прочитать вот этот заголовок. Это очень удобно. Ну, единственное, что здесь ошибка, потому что вот этот вот JupyterBook, он не поддерживает 3.5 версию. По-моему, он там меньше, 3.4 или что-то такое. Но это рабочая конструкция. Вот, можно проверить у себя на компьютере. Дальше. Объединить два дикшенари. Тоже в Python 3.5 версии. Это можно сделать вот такой вот красивой конструкцией. Ну, это не операция неразаименования, да, это распаковка. One распаковывается и распаковывается в дикт вот с элементами A и B, и B и C. В тюпл раз, ну, то есть ключ и значение, ключ и значение. И это все собирается опять в дикт. И на выходе мы должны получить вот нечто такое, вот как здесь. Ну, это пример для Python 2. Он здесь работает. То же самое, в принципе. Ну, только здесь это более красиво записано. Оператор is, да, вы должны понимать, что оператор is и равно-равно это не одно и то же самое. Is, вот, кстати, я вот здесь вот использовал и не обратил внимания, да. Is, он сравнивает адреса по ячейке памяти. А оператор равно-равно сравнивает значения. Вот, поэтому, когда мы здесь сравниваем, там, A из B, A равно-равно-б, ну, то есть A из B, понятное дело, что это один адрес, потому что мы B присвоили ссылку на вот этот вот объект. Это один адрес. True. B, A равно-равно-б. То же самое true, потому что значения равны. Например, если мы здесь, C, лист от A. Это, кстати, создается новый объект. Мы видим, что уже A, A равно-равно-С, да, они также равны по значению, но адрес уже другой. Еще интересный, ну, кстати, вот это просто интересная фича, как вывести Zen Python. Вот. И тут, в принципе, такой набор правил. Можете почитать, очень классно. Написано там явное, лучше неявного. Вот, и так далее. Просто это показал для красоты, может, кто не знает. Генераторы списков. Генераторы списков у нас это... В общем, смотрите, есть конструкция, которая позволяет создавать генератор списка. Есть специальный объект, который можно... Ну, то есть, который генерирует список, да, судя из названия. И он эквивалентен вот этой записи внизу. Вот эта запись, да, эквивалентна тому, что есть внизу. В принципе, по удобочитаемости я бы предпочел все-таки использовать генераторы списков. Они более удобные и поменьше, ну, места занимают. Что мы можем из этого сделать? Мы можем, например, сгенерировать массив данных. Ну, в данном... Ну, вот в этом случае мы там генерируем... Ну, то есть, выбираем... В range мы генерируем числа от 0 до 10, да, и потом из них выбираем там все четные, да, и умножаем, ну, и делаем квадрат этих чисел. Вот это условие, которое проверяет, что число у нас четное, а вот это у нас умножение выполняется. Ну, то есть квадрат не умножения, а возводится в квадрат. Так, что еще? Функции Python можно... Ну, да, есть такой еще пример. Есть функции, да, в Python, которые можно передавать как значение в другие функции и возвращать как значение. Вот функция, да, которую мы определили. Здесь, собственно, у нас массив, да, из функции. Мы туда передали имя этой функции, а потом из вот этого массива по индексации вызываем функцию и... Ну, то есть, и видим... А, и мы видим... Смотрите, и мы когда это печатаем, это мы получаем объект функции, да, 0. Но если мы вызовем это со скобочками и с передними параметрами, мы получаем уже вызов функции. Ну, то есть функции такие же объекты, как и все остальное, и вот такой нетривиальный код, да, возможно, неявный, можно писать, это будет хорошо работать. Последнее, что, наверное, хотелось бы показать, это вот метод есть репор, и есть str, да, если мы, например, хотим просто распечатать какой-нибудь dict, вот в таком, ну, то есть в простом виде мы делаем print, my mapping, my mapping – это dict, и он вот так вот выводит на экран, ну, на консоль. Не очень, да, удобно. Но есть другой способ, например, сделать через JSON-dumps, указать отступы в 4, там, пробела, и сделать сортировку ключей, и тогда мы получим вот такой вот красивый dict, да, удобно, ну, удобно читаемый для людей. Очень, ну, это больше, понятно, проще воспринять, чем вот это. Так, значит, по best practice я, наверное, закончил, по вопросам тоже, давайте, ну, то есть по вопросам, которые я подготовил, давайте теперь по вопросам, которые вы задали, я пройдусь. Вот, и я думаю, ну, то есть можно будет заканчивать вебинар. Вот. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можете их задать сейчас. Примеры вебинара где-нибудь разместите. Ага. Хорошо, ну, давайте я могу ссылку вам скинуть на PDF-документ, ну, не вам, а вот на Geekbrains под самим вебинаром, чтобы вы почитали, если кому интересно. Ну, смотрите, вот сайт Geekbrains, у них здесь есть комментарии. Ну, кстати, комментарии 20 плюс собеседований с 2021 года. Ну, вот я могу сюда выложить ссылочку, и, в принципе, вы оттуда ее посмотрите. Да, можете сами посмотреть Middle. Я просто, к сожалению, не уложился по времени. Вот, тут из вопросов... Из вопросов тут я несколько только перечислил. Вот, остальное можете почитать, вот, если кому интересно. Можете оставлять комментарии там под вебинаром, я отвечу на те вопросы, которые... на которые смогу. Вот так вот. А, ну, да, вы не спешили. Ну, смотрите, версия, которая пользуется в Тону. Есть разница, да. Ну, то есть сейчас, понятное дело, что там 3.6 популярная версия, ну, третья версия, скажем так. А до этого, ну, там, какие-то большие проекты, они писались на второй версии, и там много у них legacy-кода, написанное на 2.7. Просто нужно понимать, что... Ну, понимать, какие есть фичи в третьей версии, и какой код... Ну, желательно писать код, например, который бы работал и на третьей, и на второй версии, чтобы он и там, и там работал без ошибок. Ну, и понимать различия, например, в строках, различия в принтах и в классах, в метод resolution order и так далее. Хорошо, ребята, тогда все, я заканчиваю трансляцию. Вот, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что кому-то было полезно. Скину тогда в комментариях то, что есть, PDF-файл, почитайте. Все, спасибо всем. Трансляцию закрываю. Спасибо.